Желающих задать вопрос властям района оказалось немало. Большинство обращений касались качества услуг жилищно-коммунальных предприятий. Тан Григорий Сидорин с улицы Вокзальная, 19, высказал свое недовольство управляющей компанией МУП УЖХ. А жительница улицы Зеленая в Голицыно потребовала разобраться с РЭП Голицыно. Женщины требуют увеличить температуру, подаваемой в ее квартиру горячей воды, с 52 градусов до 60 и выше. Собирать деньги жильцов, как за горячую воду, они собирали и как будто бы даже не подозревали об этом. А когда речь зашла о том, что давайте, ребята, хорошо, вы знаете законы, я их знаю, давайте делайте перерасчет. Значит, они себя повели просто наглым образом. То есть, начиная от того, что Шароваров предложил мне отключить вообще воду, за то, что я такая умная, и кончая тем, что там приходит тетя Ольга Федоровна, ну мне врубайте воду прям на полную мощность. Глава района признал, что в компании РЭП Голицыно имеются проблемы. Я уверен, что мы наведем там порядок, как, собственно, и с другими нашими акционерками, которые во всех поселениях после Роскова образовались и являются неэффективными предприятиями. Скорее всего, мы пойдем по пути централизации, у нас будут просто филиалы на территориях с диспетчерскими службами. О Голицыно говорили и в плане благоустройства. Жительница Северного микрорайона попросила уделить ему внимание, провести коммуникации к частным домам. Хватает проблем и в Одинцово. Дом номер 37 по маршала Жукова исключили из программы по капитальному ремонту на 2016 год, а на Можайском шоссе 15 не согласны с решением межведомственной комиссии. В доме полно проблем, и жильцы попросили назначить новую комиссию с привлечением надзорных ведомств. Петр Кондров из Немчиновки пожаловался, что сосед по земельному участку в Новоивановском поселении перекрыл ему проезд к дому, поставив ворота. Мужчина находится на грани отчаяния. Много лет он ходит по судам, но результат нулевой. Вы сделали заявление, мы все запротоколировали. Здесь есть заместитель, руководитель администрации. Мы сейчас этот вопрос поднимаем и вам оставим в известность, как исправляться будет ситуация, какая она точная на данный момент. В режиме видеосвязи к главе района обратился житель Кубинки-8. Его семья воспитывает ребенка-инвалида и нуждается в улучшении жилищных условий. Мужчину пригласили на прием в администрацию района. Жительницы дома номер 98 по Можайскому шоссе сильно устали от постоянной стройки под своими окнами. Это шум, это грохот, это строительная пыль, это сварка. Все ощущается в нашей квартире. У нас мы находимся без отдыха, как в будни, так и в выходные, так и в праздничные дни. Глава района предложил организовать встречу с застройщиком. Нам нужно ограничить работу в выходные дни и в праздники. Насколько просто вам, что вам важнее, сроки, быстрее построить дом и переселиться, или шум в выходные дни, к которому вы и так уже в будни привыкаете. Пенсионерка из деревни Татарки Чистцовского района попросила провести в ее дом газ. А дольщица корпуса 21 жилищного комплекса «Гусарская баллада» обеспокоена ситуацией с замораживанием строительства. Вот уже несколько лет она не может въехать в новую квартиру. Со средствами решено на окончание строительства. То есть дополнительные транши выделяются непосредственно банком МКБ на данный корпус. Может я путаю, может другой какой-то банк. Но решены сегодня, к вечеру, завтра он должен представить нам графики. Ну, это хоть будут очередные графики, но тем не менее, все равно графики действующие, рабочие. И непосредственно по завершенным, как у самой здесь у нас это 14, 21 и 23 корпусы, которые планировал в этом году сдать. Эти и многие другие вопросы, с которыми пришли жители в администрацию района, Андрей Иванов взял под личный контроль. Мы настолько хорошо знаем проблемные точки нашего района. И люди, которые приходят сегодня с вопросами, они либо получают ответ сразу, либо я даю поручение. Думаю, что и мои коллеги на местах тоже. Также активно действуют поручения на исправление той или иной ситуации. Если это в наших селах, то мы быстро будем реагировать. И я уверен, что до конца года мы по всем карточкам, которые сегодня завели, отчитаемся. Если проблема не нашего уровня, а областного или федерального, тогда предложим максимум усилий для того, чтобы обозначить, повысить давление, повысить напряжение по этой проблеме на уже более высоком уровне. Всероссийский день приема – это не единственная возможность встретиться с руководством района. Прием граждан по личным вопросам ведется и на регулярной основе.